Друзья, добрый день! Мы приветствуем вас на нашем YouTube-канале. Открытые мастер-классы пин-кода продолжаются. Сегодня у нас будет мастер-класс по голосу. Мы желаем вам хорошего мастер-класса. Пробуйте повторять то, что мы будем делать в студии. И самое главное, суть этого занятия, понять, для чего вам нужен голос. Что это такое? И как вообще работает наш жечевой аппарат? Здравствуйте, ребята! Меня зовут Герман. Я работаю ведущим режиссером телеканала «Беларусь-2». Также мы с вами можем встретиться в эфире «Альфа-радио» каждый будний день. Я работаю диктором. Меня вы могли слышать в рекламе «Макдональдса», а один волком-оператора компании, которая привозит автомобили в Беларуси, продает автомобили «Вольво». В общем, достаточно много, где мы могли встретиться. Но сегодня мы будем говорить не обо мне, мы будем говорить о вас. И такая тема у нас будет как техника речи вообще в жизни ведущего. Мы сегодня затронем очень маленькую часть этого вопроса, потому что, прежде всего, наша речь, то, как мы говорим, то, как мы дышим, влияет очень сильно на то, как нас воспринимает. Поэтому сегодня у нас будет посвящено занятие именно тому, как сделать так, чтобы вас не только видели, да, потому что можно надеть очень красивую одежду, можно выглядеть очень ярко, но при этом вас никто не будет слышать и, самое главное, слушать. Так вот, как сделать так, чтобы вас слышали и слушали, и как вообще работает наш речевой аппарат, будем мы сегодня с вами разбираться. Давайте познакомимся. Я знаю, что наши зрители вас уже знают. Кого-то уже полюбили, кого-то нет. Вы вообще когда-нибудь занимались техникой речи? Что для вас такое вообще техника речи? Начнем с меня. Я... Здравствуйте, меня зовут Данила. Да, я занимался техникой речи. Это в актерской сфере я занимался. Вот этим вот всем. И какой еще был вопрос, как это вообще для меня? Ну, в принципе, конечно, хорошо для развития, потому что я считаю, что каждый человек, он должен уметь делать что-то, как-то. Ну, в принципе, я думаю о том, что личный опыт не помешает. Хорошо, да. У кого еще какое мнение? Привет, меня зовут Виолетта. Я никогда не занималась техникой речи, но что это для меня? Я думаю, что для ведущего, для человека... Нет, ну вообще никогда не занималась. Мне этого достаточно. Я в двух словах. Не надо долго рассказывать свое отношение там, как предмет. Просто в двух словах. Кто занимался и вообще что это такое? Да, никогда не занималась, но техника речи очень важна для ведущего, для человека, который работает на телевидении. Очень важно грамотно говорить и ставить свою речь. Хорошо. Берегите время наших зрителей, сегодня ваше. Рассказывайте коротко. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я пробовала заниматься техникой речи, но получается у меня это через раз. Хорошо. Меня зовут Илона. Я занималась техникой речи, потому что я еще ведущая фестиваля. И это очень важно, чтобы правильно брать дыхание, понижать свой голос, да и просто четкость дикции. Привет. Меня зовут Рома. А я просто был в ведущем в начальной школе, два класса. Вел все линейки и праздники. А техники речи я не знаю, может, ставили, я уже не помню. Всем привет. Меня зовут Оля. Я занималась техникой речи, так как хожу на кружок по основам радио-журналистики. И также считаю, что это очень важно, особенно для ведущего. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сергеевна. Я никогда не занималась техникой речи, но мне кажется, это очень интересно и важно. Меня зовут Даник. Я тоже никогда не занималась техникой речи, поэтому давайте начнем. Разумеется, я задал этот вопрос не для того, чтобы вы мне рассказали, что вы не занимаетесь техникой речи. Сейчас была такая маленькая диагностика, где, в общем-то, ну, не знаю, как наши зрители, но можно было услышать те дефекты, которые всех объединяют. Это дзеканье-цеканье наше белорусское, которое иногда хорошо звучит, но вообще не очень воспринимается, особенно теми, кто в России жил и так далее. Это невыговаривание некоторых букв, проглатывание целых слов. Такое иногда бывает. Это, кстати, оказывается, проходит не с занятиями, а с возрастом, потому что мысли бегут вперед речевого аппарата, и вот, в общем, такая вот штука происходит. Мы сегодня с вами поговорим о том, что вообще влияет на нашу речь в организме. Да, ведь это же организм, голос как-то вообще, как он рождается, откуда он вообще берется. И проведем сегодня с вами самоанализ. У нас будет семь органов, ну, давайте их органами назовем, которые влияют на то, как звучит наш голос, откуда он берется, кроме нашей головы, да, я имею в виду именно физиологических, и вообще почему и что у нас в организме происходит. Как вы думаете, где у нас рождается голос, и что вообще такое голос? У меня два варианта, где рождается. Или диафрагма, или связки. Ага. Ну, что такое голос вообще? Голос — это когда воздух проходит из легких через голосовые связки, там рождается вибрация, и у нас происходит звук. Ну, там не только вибрация рождается, в общем, правильно. Голос — это озвученное дыхание. Давайте так разберемся в терминологии. Как вы думаете, что же нам помогает красиво говорить, дышать, и вообще, как это все работает? Язык. Язык, хорошо. Ну, что вообще нужно, чтобы говорить? Ну, вот почему одни говорят, ну, я не знаю, вот так вот, знаете, есть такие люди, да, а кто-то говорит нормально. Почему? Что влияет? Может, это зависит от раскрытия рта. Раскрытия рта, хорошо. Мышцы живота, возможно. Мышцы живота, хорошо. А мне кажется, это также зависит от уверенности человека, потому что, например, когда он волнуется, голос сразу взлетает вверх. Ну, я говорю сейчас кроме головы, кроме головы, да. Я вам сейчас говорю именно про физиологию нашу. Диафрагма. Зубы, так. Диафрагма. Диафрагма. Устройство носоглотки. Ну, да, да, да. Давайте ее так назовем. На самом деле, мы сегодня разберем 7 основных модулей. Ну, давайте, ну, да, давайте 7 основных модулей нашего организма, которые помогают нам звучать. У нас будет самодиагностика. В каком формате она будет проходить? Я вам буду давать задания. Вы эти задания сейчас слушайте, пробуйте. Это, по сути, тренинг. И вы запоминаете, что у вас работает, а что у вас не работает. Договорились? Хорошо. Начнем с губ. Как вообще проверить, для чего нам губы нужны? На самом деле, они у нас достаточно расслабленно находятся. Когда мы говорим, мы не напрягаем все, да. У нас вообще красивая речь, это расслабленная речь. Если у нас где-то зажим появляется, если у нас зажата челюсть, да, или там вот что-то там не работает, все вот это вот не проходит, да, воздух, мы начинаем звучать очень странно. Поэтому красивая речь, это расслабленная речь, это когда все мы делаем без какого-то адского усилия. Понятно, да? Хорошо. Губы. Я вам сейчас буду показывать упражнение. Вы, пожалуйста, все пробуйте его делать. И смотрите, получается у вас или нет. Для начала очень простое. Мы губы, мы губы будем сводить сейчас в трубочку, вот так вот. И разводить. Без зубов, без зубов. Просто. Пробуйте, пожалуйста, делать это быстро. Это самое простое упражнение, оно практически везде. Быстрее давайте это будем делать. Быстрее, быстрее. Ага, хорошо. С этим вроде бы у всех получается. Это не значит, что у вас все работает, это значит, что все не катастрофично. Пробуем дальше. Нам нужно собрать губы нашу трубочку. И вводим, пробуем по кругу. Медленно. Тут самое главное медленно. Она у вас не должна разваливаться ни на каком моменте. Понятно, она где-то шире уже, но она у вас должна работать. У всех. Десять кружочков в одну сторону, десять кружочков в другую четких. Не куда-то пытаетесь засунуть ее, да? Нет, они должны четко ходить. Поэтому запоминайте, у кого ходит ровно, вы в зеркало перед собой возьмете дома и посмотрите. Это хороший знак. Ну и самая простая проверка. Одна губа должна уйти влево, другая вправо. Ну кто мне покажет такое? Я не буду показывать, кто-нибудь не... Хорошо, одна губа туда уходит, второй туда. Чем дебильнее, тем лучше. Пожалуйста. Добрый вечер. Одна туда, одна туда. Понимаете, одна уходит туда, одна туда. Не все туда уходит, а одна сюда, туда туда. Видите, вот сидим. Я смотрю, уже мало у кого получается, но она должна... Нет, это не получается. У тебя верхняя губа абсолютно не работает. Чаще всего не работает верхняя губа. Хорошо. С губами мы определились. Запоминайте, у кого работает, у кого нет. Ну это надо зеркало, дома проверите. Дальше. После губ. Что у нас, как думаете, идет? Язык. Язык. Не язык, азык, азык. Это в Ларуси язык. Язык. Е. Звук ВЕ. Со звуком. Язык у вас должен поворачиваться налево и направо в бок. Я не буду сейчас, у нас очень мало времени углубляться, рассказывать, что, как, как это все влияет, но если у вас взял язык, то у вас получается вот такая речь. Добрый день. У вас он лежит постоянно, да, и там мешает, лопата такая. Попробуем. Как это выглядит? Это. Не влево-вправо выводите, а пытаетесь перевернуть. Обязательно это делайте дома с зеркалом. У Илона получается. У кого еще? Ну, практически ни у кого больше не получается, поэтому здесь ставьте себе жирный минус. Вам надо попытаться язык научиться ставить в бок. Понятно, да? В бок. Как это делать? Вы берете палочки для суши и помогаете, придерживаете язык. Пытаетесь понять, как работают мышцы вашего языка и как сделать так, чтобы вы его поставили в бок. В следующем модуле, к сожалению, у нас мало времени, мы не сможем очень быстро его пройти, но, тем не менее, мы попробуем. Это наше верхнее небо. Для того, чтобы звук у нас был не плоским, да, вот нос там и что-то шло, да, а для того, чтобы он был богатым, бархатистым, у нас должно двигаться верхнее небо. Это вот то, что у нас вверху. У вас должно туда помещаться яйцо. Вот представьте яйцо, и вы должны натренировать так свое верхнее небо, и вообще вот эту часть, я вам буду простым языком говорить, чтобы вы понимали, где это расположено там и тут, чтобы у вас это все опускалось. Как это тренируется и как это проверяется? Вы пытаетесь зевнуть с закрытым ртом. Если не получается, зевайте с открытым. Пробуем. У вас должно там появиться яйцо. Понимаете? И вот эта штука должна опуститься. У вас должно туда помещаться яйцо. Вы чувствуете такое, как будто яйцо положено или горячая картошка? Опускается. Не вижу особо. Нет, не опускается. У вас вот здесь вот должен, вот представьте, как вы зеваете. Вы должны без зевка сделать такое же положение, когда вы зеваете, да? Вообще зевать очень полезно. Я всегда говорю, что, когда я провожу занятия, мастер-классы, всегда можно зевать. Это вообще только приветствуется. Если вы зеваете, значит, у вас все работает хорошо. Понятно, да? Должно у вас все работать. С этим модулем мы разобрались. По крайней мере, в теории. Что еще у нас леет? Говорите, говорите, говорите. Гланды? Да, да, гланды. Дыхание. Дыхание. Разберемся с дыханием. Как мы дышим? Кто мне скажет? Животом. Нет, через легкие. Все? Ну, через нос. У тебя фагму скорее всего. Мы всегда делаем вдох через нос. Это правило. Мы так устроены. Вообще, мы живые организмы, ну, у тех, у крови есть, там, животные и так далее, устроены удивительным образом, особенно люди. Мы не должны дышать через рот. Мы должны дышать через нос. Он у нас отвечает за дыхание. Если вы берете ртом, то у вас не получается, вы не можете начать речь. У вас пересыхает все, у вас может здесь все болеть. Это неправильное дыхание, вы не можете красиво звучать, если вы дышите через рот. Поэтому вы должны дышать через нос. Всегда. Как это тренировать? Вам нужно научиться дышать через нос с открытым ртом. Это сложно. Попробуйте и скажите, у кого получается. У всех получается? Я вижу, как вы легкими дышите. Мы дышим не в легкий воздух направляем, а мы направляем в живот. Наши плечи неподвижны. Дышите прямо сейчас. Я посмотрю, у кого что работает. У всех практически ходят плечи. Хотя они ходить не должны. Когда вы дышите, у вас не должны быть подвижны плечи. Они не должны подниматься вот так. Я, например, не умею вообще дышать. Ну, как бы вот сюда воздух. Не знаю, как это происходит у других, но происходит. Что мы делаем? Мы дома ложимся на пол и дышим, когда мы лежим. Это естественная поза. Там тяжелее гораздо поднимать плечи. У вас должен двигаться живот. Вы кладете руку на живот и контролируете, чтобы ваша рука, ваш живот толкал руку точнее. Понятно. Положите сейчас руку на живот. И проверьте, пожалуйста, толкает ли у вас живот, когда вы выдыхаете. Живот должен надуваться. Он должен минимум идти на 5-7 сантиметров вперед. Только тогда, когда он у вас идет вперед, это значит, что туда попадает воздух. Почему так? Потому что мы нашими мышцами диафрагмы толкаем этот воздух вперед. А сейчас все давайте активно подышим. Вдох через нос, выдох через рот. Активнее. Подышали? Нам стало холоднее. Вы дышите неправильно, потому что еще одно правило вдоха, он должен быть беззвучным. Мы не должны носом судорожно втягивать воздух. Так не получается. Вы должны втягивать его не в носом своим, да, а втягивать животом. Животом вы втягиваете. У нас вообще наша вдыхательная система – это простой насос. Так вот, у вас этот насос должен работать. Пожалуйста, проверяйте, что он у вас работает. Повторюсь, очень жаль, что у нас сейчас нет возможности каждого из вас поставить, проверить и так далее. Я буду визуально смотреть. Что мы еще не назвали? Что влияет еще на наш голос? Может, рот? Ну, губы мы посмотрели. Раскрытие рта. Давайте как-то по-другому это назовем. Вы сами придите к ответу вашему, что это влияет. Четкая дикция. Нет, вот мы про рот сейчас говорим. Давайте вернемся к нашему. Вот мы дышать научились. Челюсть. Челюсть, правильно. У вас у всех челюсть зажата. Знаете, как это можно определить легко? Знаете, как? Нет. Вы сидите с закрытым ртом. Наше правильное положение, и вообще мы начинаем говорить, всегда с открытым ртом. Посмотрите голливудские фильмы, особенно крупный план. Там всегда актеры будут сидеть с открытым ртом. Он не будет вот так вот открыт. Он будет чуть-чуть приоткрыт. То есть у них будет челюсть расслаблена, она будет лежать. Как только у вас челюсть зажата, и вы вот так вот говорите, у вас получается такой вот немножко звук. Я хочу говорить, работаю на телевидении. Да, у вас зажата челюсть, и она не двигается. Она должна спокойно ходить, она должна расслабляться. Но вот в чем проблема. Мышцы, которые держат нашу челюсть, они очень-очень мощные. Одни из самых мощных в нашем организме. Так вот, чтобы их расслабить, во-первых, привыкайте. Вы должны всегда быть с открытым ртом. Он не полностью открыт, он вот так вот открыт. Приоткрыт, да? У вас между губами должно быть расстояние. Понятно? Рот должен быть всегда открыт. Это признак того, что вы думаете. Когда человек думает, у него всегда рот открыт. Почему в школах детей говорят, закрой рот? Чего ты рот открыл? Сидишь тут, слюни пускаешь. Ну, в младшей школе. Это неправильно абсолютно, потому что у нас рот открывается, когда у нас мыслительный процесс. Мы так устроены. Поэтому у вас рот всегда должен быть открыт. И более того, речь наша начинается с открытого рта. Любые слова легче начать говорить, когда у вас не замкнуто здесь все. Потому что иначе получается вот такое. Вы знаете, я очень долго думал, о чем вам сегодня здесь рассказать. И вы знаете, видите, как мысль рубится, да? Я ее не веду вперед. Я сейчас вам тот же текст расскажу, только с открытым ртом. И вы поймете, как мысль идет вперед, да? У меня в речи. Вы знаете, я очень долго думал, о чем сегодня с вами поговорить. И я решил поговорить на тему... Вы чувствуете разницу, да? Когда я говорю с закрытым ртом, да? Вы знаете, я вот очень долго думал. У меня получается это все рвано, да? А ваша мысль всегда идет вперед. Не важно, вы говорите долго, мало, короткое предложение или длинное. Как мы работаем с нижней челюстью? Мало того, что она у вас всегда должна быть открыта, расслаблена. Да? Приоткрыта. Не бойтесь, это нормально. У вас должны всегда вот эти мышцы работать. Вот здесь вот вы должны ее разрабатывать. Как мы ее разрабатываем? У вас в ушах есть вот где здесь барабанная перепонка. Ну, барабанные перепонки там внутри. Я имею в виду вот на раковине. Есть такая вот два холмика. Вы сейчас пальцами их найдите. Верхний холмик, куда ухо идет, и нижний нашли. Это мне тут неудобно. С наушниками. Нашли. Правильно? Надавите туда, не бойтесь. Пальцами. Теперь открывайте челюсть. Нет, двумя руками. У кого микрофон, положите, пожалуйста, куда-нибудь их. И найдите. Нашли два холмика на ушке есть у нас. Вот здесь вот. Один и второй. Между ними есть впадинка. Нашли? И вы открываете челюсть до того момента, как у вас палец туда не впадет. Ну, не в голову впадет, а чуть-чуть. Вот. Пробуйте. Вы чувствуете, как должна у вас работать челюсть? Как она должна открываться? Это не значит, что она у вас должна всегда так открываться. Ну, это неправильно, как раньше учили в театральных вузах. У нас вертикальное звучание. У вас должно быть академизм. Но наша речь, вообще наши звуки, они вертикальны. Наши звучания вертикальны. Оно идет не в Бог у нас куда-нибудь. Мы рассказываем в Бог. Знаете, такое вот есть. Некоторые так люди говорят. Мы говорим вперед. И наша челюсть должна открываться. Запомните то положение, до которого у вас должна открываться челюсть. Пожалуйста, еще раз делайте. И вы дома смотрите в зеркало и понимаете, когда вы говорите, у вас челюсть ходит вниз или нет. Есть очень много упражнений. Вы можете себя расслаблять. Челюсть, когда вы вот поделаете так упражнение, открытие такой челюсти, язык расслаблен при этом. Вы можете себя потрясти вот так вот. У вас должна ходить челюсть. Если она у вас не ходит, запишите себя на видео. Она у вас неподвижна, это плохо. У вас будет всегда вот такой вот зажатый голос. Добрый день, друзья. Мы будем сегодня говорить. Это пин-код на Беларусь. Два и мы сегодня будем обсуждать самые интересные темы из жизни молодежи. Ну, понимаете, да, разница, когда вы не открываете рот. Поэтому челюсть, это еще очень важный один аспект для того, чтобы вы говорили нормально. Запомнили. Каждый для себя записал пунктик. Что у нас дальше идет? Сколько у нас их вообще было? Посчитайте мне. Давайте вспомним, что у нас было. Губы были. Язык был. Нюбы. Ну, да. Нюбы. Губы. Зубы. Ну, зубы нет. Челюсть. Так. Дыхание. Дыхание. Все. Все. Язык не считается. Пять? А, считается. Я не знаю, сколько вы насчитали, но хорошо, пускай будет пять. Что еще? Почему мужские голоса так красиво звучат в основном? Низкий голос. Да. А что вот, когда вы слушаете низкий голос, я вам сейчас какой-нибудь... Сейчас я говорю естественным своим тембром, да, он мне достаточно высокий. Ну, кто-то низкий считает, но я считаю, что высокий, да. А теперь я вам по-другому расскажу, да. Что происходит? Что рождается в голосе, которое помогает мне звучать вот так? Ну, он еще бархатистый. Почему он становится бархатистым? Что на это влияет? Грудной резонатор. Правильно. Резонаторы. Резонаторы – это то, что озвучивает, дает нашему голосу вот этот вот объем. Он не звучит плоско. Если вы не дышите, если у вас здесь все не работает, у вас не родятся резонаторы, они не будут работать. Как проверить, работают у вас резонаторы или нет? Положите, пожалуйста, руку на грудь и промычите. Низко мычите. Не м-м-м, а м-м-м. Теплым воздухом, как будто вы согреваете. Пожалуйста. У кого вибрирует? Поднимайте руку. Хорошо. Теперь дотроньтесь до спины. Положите руку на спину. Говорим м-м-м и проверяем. Куда не доложите? Ну вот между лопатками, как это называется. Ну по центру, по центру вверху. У кого там работает? Уже меньше. Нет, нормально. Хорошо. Положите руку на голову. Мычите. У кого работает? Кто чувствует сильную вибрацию? Хорошо. Положите руку на ногу. Мычите. Кто слышит вибрацию? Хоть какую-то чувствует. Никто. Ну вот видите, а на самом деле, когда мы говорим про резонаторы, мы не говорим грудные, там, на голове, там, так далее. Мы говорим о том, что у нас вибрирует все тело. Если я развучусь, у меня вибрирует нога. Я могу это чувствовать. У меня рука вибрирует. То есть звук, он полностью заполняет весь наш организм, по сути, вот этой вот вибрацией. И когда мы слушаем актеров, которые с низким бархатистым голосом, они как раз-таки все вибрируют. И что самое интересное, мы уже рождаемся с этими резонаторами. Если у вас когда-нибудь получится, я надеюсь, что получится, потрогать ребенка, который вот только родился, когда он кричит, он весь абсолютно резонирует. То есть он трясется весь, нога, пятка, рука, он весь резонирует. И вот все, что плохое с нами происходит, оно происходит у нас в процессе жизни. Поэтому мы всегда говорим, что у нас есть два способа того, как решить ваши проблемы с речью. Это либо идти от физики тела, выполняя упражнения, которые мы сейчас говорим, мычать, раскрывать челюсть, избавляться зажимами. И есть второй способ, это начать с головы. Расслабиться, понять себя, понять, почувствовать, как мы работаем. И только исходя из этого, уже двигаться дальше. Избавляться от того, что у нас есть в голове, а не то, что у нас там не работает челюсть. Вы можете посмотреть огромное количество презентаций. Билл Гейтс, Тим Кук, Илон Маск. Они все звучат, хотя я очень сомневаюсь, что кто-то из них занимался пять лет техникой речи, как занимаются этим студенты. Дело в том, что чем вы больше уверены в себе, чем вы больше расслаблены, чем вы больше знаете, что вы хотите людям сказать, чем у вас больше жизненного опыта, тем, как правило, вы лучше звучите. Если у вас нет зажимов, если у вас нет проблем в семье, на работе, самооценкой и так далее, вы будете звучать хорошо. Поэтому вам нужно понять, какие у вас есть заморочки в голове, чего вы боитесь, чего вы стесняетесь, проработать это с психологом, самой понять, что это ничего страшного и так далее. И только это вам поможет двигаться дальше. Потому что мы сейчас очень-очень поверхностно проходим семь модулей, как все влияет на нас, очень поверхностно. Но поверьте, если вы будете копаться, пока вы не разберетесь со своей головой, вам будет очень сложно двигаться дальше. Очень сложно. Пока вы не расслабитесь. Поэтому учитесь расслабляться, учитесь чувствовать себя и понимать, что происходит у вас с организмом. Мы, к сожалению, не имеем возможности заниматься сейчас техникой речи в качестве тренинга, потому что у нас, к сожалению, с вами всего лишь один час. Я очень хотел, чтобы вы просто поняли, да, что влияет на наш голос. Но есть еще много факторов. Я вот просто подумал, мы с вами основные разобрали, которые будут понятны, да. Мы даже резонаторы, в принципе, трогать, может быть, не стоило лучше трогать, как это все происходит. Но тем не менее, мы разобрали с вами основные модули. Вы должны понять, как это все работает. Можете пересмотреть наше видео, еще раз проверить себя и понять, над чем вам нужно работать. Понятно, что работать нужно над всем. Но у каждого есть свои проблемы. У кого-то челюсть вообще не ходит, да, у кого-то она зажата полностью. Работайте над этим. Раскрывайте ее, трясите себя и помогайте рукой, проверяйте, вообще она ходит у вас или нет. И открывается она при речи или нет. Потому что многие говорят, техника речи – это скороговорки. Вот я скороговорки почитаю там и буду говорить. Ничего подобного. Это вам, к сожалению, не поможет. Поэтому мы сейчас исключительно, повторюсь, чтобы у вас не было впечатления, что мы там вам сегодня ставили речь и так далее, мы исключительно посмотрели, что у вас происходит с организмом. Вы посмотрели, какие у вас есть косяки. Сами я вас не трогал, не анализировал. Вы сами должны определить и понять, как вы должны двигаться дальше. Это то, как работает наш жечевой аппарат. Это просто лекция. Теперь начнется самое интересное. Во-первых, какие вопросы у вас появились? Как долго и какие упражнения можно найти, где их вообще найти можно? Проблема техники речи в том, что заниматься без преподавателя, просто выполняя упражнения, очень сложно. Но я вам покажу сейчас, например, упражнение. Вот я вот сейчас тоже занимаюсь. В РГИСе называется институт. Это российский институт кино и телевидения. Там учился Иван Ургант, у моего преподавателя. Днагиев, Дмитрий. Вообще у них там люди 60 лет потратили на то, чтобы заняться голосом. И мы, например, выполняем очень простое упражнение. Называется оно ОХ. Надо просто произносить О и Х. Это так звучит. ОХ. 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 Вот такое упражнение. Казалось бы, да? Ну, повторите и все. И буду вас тоже зачем-то с преподавателем. Ну, попробуйте кто-нибудь. Я вам скажу ваши ошибки. ОХ. Вот, ясно. У нас живот не двигается. Угу. Я не знаю. Берите микрофон, пробуйте кто-то. У нас живот не двигается. Пробуй. Я, можно не? Ну, кто-нибудь, ну, пробуйте. Ой, господи, элементарно. Я же не прошу что-то сложное. Просто ОХ сказать. И все. ОХ. 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 Вы пытаетесь легкими выплюнуть, что у вас все есть? Вы плюнуть легкие пытаетесь мне тут, да? А я прошу животом это делать. Не ОХ. 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 Вы ничего не чихаете. У вас живот подбирается на буквочку Х, когда на звук Х, который идет. И он у вас выбрасывает этот звук. ОХ. 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 Уже лучше. Но это одно из упражнений, самое, вот просто вот такое, с чего можно начинать, да? Вот. А еще буква О должна всегда одинаково звучать. Вы должны помогать себе рукой. И тысячи еще ног, которые... Это отвечая на вопрос, почему очень тяжело заниматься техникой речи самому. Тогда посоветуй хорошего учителя. Слушайте, ну, пока вам это не имеет смысла. Ваша задача научиться самому себя слышать и понимать, что у вас плохо. Вы можете выполнять вот эти простые упражнения. Просто всем почему-то кажется, что техника речи, это тяжелый тренинг, надо прыгать, бегать и так далее. Ничего подобного. Ваша задача научиться себя контролировать. Есть замечательная Елена Игоревна Черная, преподаватель, у нее есть книга с DVD-пособием, где она показывает, как выполняется каждое упражнение. Вы можете ее открыть и идти по ней, но читать скороговорки и так далее, смысла как такового нет. Оно есть, вы можете изначать говорить чисто, но мы не говорим, когда мы говорим про технику речи. Ну, буду я говорить чисто? Ну, например, я могу говорить плохо, но очень чисто. Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, быка-белогуба была тупа. Выговорил каждую буквочку. В смысле? Никакого. Вы можете прекрасно говорить скороговорки и делать это очень быстро, но какой смысл, если вы это говорите неправильно, некрасиво и вас не воспринимают? Мы, повторюсь, это говорим и вообще про технику речи только в том ключе, что вас должны понимать. Понимать, что вы говорите и что вы хотите сказать. Какой у вас посыл? Как вас воспринимает человек? Вот эта техника речи, а не то, правильно выговариваете скороговорки или нет. Вопросы? Все понятно, ну, мне, в крайней мере. Хорошо. Перейдем к самому интересному. К домашнему заданию, а потом продолжим. Более конкретно у нас останется не совсем много времени. Будем более конкретно с вами разбираться, что же вам надо будет сделать. Передо мной конверты. Нет, там не ваша зарплата. Там задание домашнее. Дело в том, что вот скороговорки у вас есть вообще любимые? Давайте просто кто-нибудь, две-три скороговорки. Кто-нибудь здесь скороговорки в этих конвертах. Я вам сразу скажу, чего интригу тянуть. Ехал грека через реку, вид грека в реке рак, сын, грека руку в реку, рак за руку, грека сап. Так, хорошо. Кому еще какие? Не жалел мыло, мама милу, мыло мыло, мыло мыло не любило, мыло мыло уронило. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Ничего не услышала. Вот вы рассказали, кому вы рассказали, зачем вы рассказали, я не услышал. Это рассказывается громко. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик. Для работы на шишкосушильном аппарате. На шишкосушильном аппарате. Но смысл в чём? Вы должны уметь говорить не конкретные скороговорки. Для чего мы вообще тренируем скороговорки? Для того, чтобы наш речевой аппарат, вот эти сложные звукосочетания, мог воспринимать в жизни. Мы уже не рассказываем в эфире скороговорки. Не рассказываем. Мы говорим другие вещи. Но иногда приходят люди с такой должностью, что пока ты ее прочтешь, у тебя уже там все заплетается. Так вот, что в этих конвертах? В этих конвертах скороговорки. Запоминайте, пожалуйста, задание, которое я вам сегодня дам. Я каждому раз дам конверт с скороговорками. Вы до понедельника, за выходные, в интернете ищите, не открывая от конверта. Любые скороговорки, любые абсолютно, которые только есть, и пробуйте. Понимаете, с чем у вас проблемы? На разные звуки, на Р, на М, на Ш и так далее. И смотрите, вы должны их выговаривать не быстро, а вы должны их выговаривать четко и понятно, внятно. Почему скороговорки называют медленноговорками? Потому что сначала вы должны научиться их безупречно произносить быстро, а только после этого, медленно, точнее, а только после этого начать быстро. Понятно? Ваше задание – разобраться со скороговорками, проработать абсолютно разные, и нам до среды прислать на камеру видео, где вы открываете этот конверт прямо на камеру, показывая, что он запечатанный, что это наш конверт. Одним кадром все это снимаете. Вы открываете, у вас здесь 10 секунд, чтобы прочитать скороговорки, все три. И после этого вы, видя эти скороговорки первый раз, поверьте, там не будет шла Саша по шоссе, еду я по выбоинам из выбоин, не выйду я. Там будут скороговорки, которые вы не найдете в интернете. И ваша задача их будет прочитать. Один раз вы читаете медленно, каждую скороговорку у вас быстро, я думаю, не получится так сразу. А второй раз читаете быстро, каждую скороговорку. Понятно суд задания? Но это еще не все. Ваше дополнительное задание сделать это креативно. Что значит креативно? Вы можете это готовя что-то почитать, да, на кухне. Вы можете стоя на голове, все что угодно, прыгая на скакалке, что-то, чтобы это было интересно смотреть. Понятно вам задание? В кадре вскрываем конверт. 10 секунд у вас есть для того, чтобы посмотреть на скороговорки. И после этого вы их читаете. Как рэп хотите, хотите стоя на голове, плавая, все что угодно. Главное все это сделать в кадре. У вас будет единственная попытка. Переснять это видео, к сожалению, нельзя. Как у вас это получится, так будет и хорошо. Ну давайте я вам покажу любой конверт. Это очень сложное задание. Думаете, я справлюсь? Когда ты их видишь сам первый раз, не читал их. А там они сложные. Ого-го! Ни одну скороговорку. Оповещение средствами вещания всем мещанам с вещами на совещание. Это медленно. У меня медленно. Может, у вас еще будет медленнее. Оповещение средствами вещания всем мещанам с вещами на совещание. Это средняя скорость. Но я быстро не буду читать. Я первый раз их вижу. Ложечка моя середневенькая. Не получилось. У меня, кстати, с этим проблема, да, я знаю, с буквой С и Р. Ложечка моя середневенькая. Ну, тут уже получше. Мысль о смысле бессмысленности бессмысленно. Мысль о смысле бессмысленности бессмысленно. Это скороговорки. Я их вижу первый раз. И они очень странные для меня, они не очень правильно составлены, там есть принцип составления, да, звука в скороговорках, но тем не менее. Они интересны тем, что вы их, скорее всего, никогда в жизни не видели. Ну, я, по крайней мере, точно, я много скороговорок знаю. Вы какие-нибудь слышали эти вот? Я тоже не слышал. В общем, шла Саша по шоссе, там не будет. Ваша задача выполнить это задание. Хорошо? Хорошо. Наши зрители голосовали за вас. Самое большое количество баллов набрала Илона и Дани Карабан, поэтому для них специальное задание. Снять мобильный репортаж с одного мероприятия, которое пройдет в понедельник в 18.00 вместе или по отдельности на конкурсной основе. Мы выберем лучше, покажем в эфире, и вы сами решите, в общем, как вы будете снимать. Два репортажа или один. Сдать материал нужно к 10 утра вторника. Подробности расскажет наша коллега Катя Додеркина после мастер-класса. У вас есть ее номер телефона, вы можете с ней связаться и уточнить все особенности этого задания. Вам такое дополнительное задание. Я предлагаю вам сейчас задать те вопросы, которые будут касаться эфира, о работе в эфире, волнения, всего чего угодно, которые вас волнуют, которые вам помогут дальше выполнять задания. Вы их будете выполнять, и достаточно много. Поэтому я хочу сейчас, чтобы вы их задали и спросили то, что вас действительно волнует, и что вам хотелось бы знать. Ну, раз вы начали с волнения, давайте тогда и пойдем пока по первому вопросу про волнение. Как вы сбиваете волнение, в принципе? От волнения избавиться невозможно. Это то, с чем вы должны сразу смириться. Понятно, да? Эта штука. Такая, что, к сожалению, всегда все волнуются. Я правильно думаю о том, что как бы волнение сбивается тем, что ты какой-то самоуверенный человек? Я... Нет. Нет? Никак не связано волнение с уверенностью. Нет, конечно, если ты уверен в себе, тебе немножко легче. Но нет, есть на самом деле очень простые правила, как избавиться от волнения. Во-первых, вы должны успокоить свое тело. Дело в том, что у нас всегда связана психика наша и физика. Очень связано. Вы, когда волнуетесь, у вас начинает трясти, трясти все. Правильно? Мозг подает сигнал нашему телу, что что-то не то. У вас начинается учащенное сердцебиение. Начинается кровь быстрее по организму циркулировать. Да, у вас пытается спасти организм от какого-то, только матные слова приходят на ум, ну, от какой-то проблемы, да? У вас начинает сбиваться дыхание и так далее. Это проявление. Как вы думаете, что нам надо сделать для того, чтобы успокоить голову? Приславиться. Успокоить наше тело. Потому что психофизика, психофизика, все связано. Вы можете подходить к решению проблемы как с головы, то есть просто успокоиться. Ну, порешать. Да. Или вы можете переходить, я вам сейчас расскажу, какие есть конкретные упражнения, от вашего тела. Во-первых, вы должны не качаться. Самое худшее, когда человек стоит на выступлении каком-то и вот так вот покачивается с ноги на ноги. Я не должен к вам подойти, поставить подножку вот так вот, да, или сделать, и вы упадете. Вы не должны так падать, вы должны стоять четко. Если вы говорите своему организму, что я держу ситуацию под контролем, он вам помогает. Ничего плохого не произойдет. Как только вы расслабились, руки в карман, не знаете куда, все закрылись, организм понимает, что все капец, надо трястись, голос начинает срываться, это сразу видно. Это что касается того, как вы выходите. Далее. Вы должны успокоить свое дыхание. Соответственно, вы успокаиваете дыхание, вы успокаиваете свое сердцебиение. Как мы успокаиваем дыхание? Мы используем йоговский квадрат. Что такое йоговский квадрат? Я его назвал квадратом, оно называется как-то по-научному, я никогда не запоминал эти названия йоговские. Вы делаете носом вдох на счет пять. Каждое вот движение, которое я вам сейчас буду рассказывать, вы делаете на счет раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Делаем долгий вдох. У всех опять закрыты рты. Только я говорил про то, что у нас рот должен быть открыт. Никто. Вот, пожалуйста, с открытым тон. После этого дыхание задерживаем на пять секунд. После этого пять секунд долго выдыхаем через рот. Весь воздух должен выйти. После этого мы на пять секунд задерживаем дыхание. У нас нет кислорода внутри нас, мы пять секунд ждем. И после этого опять делаем вдох. Вам понятна тактика? Каждое движение мы сделаем на счет один, два, три, четыре, пять. Вы, исходя из вашего мастерства, как у вас получается, задерживаете дыхание надолго. У меня получалось, ну и вообще этот квадрат делать, на пятнадцать. То есть, пятнадцать секунд я вдыхаю, пятнадцать секунд без дыхания, пятнадцать секунд выдыхаю и пятнадцать секунд жду. В зависимости, попробуйте хотя бы на пять. Но мы терпим до того, как мы задыхаемся? Нет, вы не задыхаетесь, вы не должны задыхаться прямо и так далее. Вы должны почувствовать спокойствие. Вы должны почувствовать, что у вас сердце не трясется. Это достаточно пять минут выполнять. Поверьте, если вы сбивчивое дыхание вот такое начнете говорить, у вас ничего не получится. Вам надо его успокоить. Успокойте. Скажите, ваше тело должно сказать вашему мозгу, что ничего не происходит, что все хорошо. Разумеется, надо готовиться к выступлению. Чем больше вы подготовлены, тем меньше вы волнуетесь, тем меньше вас выдает вот это все. Но вы должны понимать, что самое тяжелое – это первые секунды выступления. И зритель вас оценивает не когда вы начинаете говорить, а пока вы пешочком на ножках идете куда-нибудь. Поэтому вам надо красиво выйти и поволноваться, пока вы идете. А когда вы придете, вы должны начнете говорить, вы должны сказать уверенно. Поверьте, зритель сразу, у вас у него будет сложное впечатление о вас. И что вы дальше будете делать, сбиваться, не сбиваться, не так критично, как то, как у вас будет первая минута вашего выступления. Встречают по одежке, провожают по уму. Ну, здесь немножко не про это, я сейчас про уверенность говорю. Так где вы проводите гимнастику для речевого аппарата? Дома или на студии? С гимнастикой есть такая история. Я не знаю, пробовали вы или нет, но когда вы попробуете, вы поймете, почему это плохо. Потому что гимнастика очень простая. Пошевелить губами, чтобы они проснулись, потом их расслабить, потом подсокать, например, снять напряжение. Но в основном гимнастика на то, чтобы снять зажимы и напряжение. Вы должны понимать, что чудес не бывает. Наш речевой аппарат – это мышца. Да, если вы эту мышцу натренируете прямо сейчас, вот так вот накрутите, там, вот это все будете делать, вы не сможете говорить. Это все равно, что сказать, как стать накачанным. Надо перед тем, как пойти на свидание с девушкой, сходить в спортзал, и тогда вы будете накачанным. Это так не работает. Ваша речь – это результат. У вас нет такого, что я должен обязательно размяться. Да, ну, я там делаю простые упражнения, но я могу съесть перед эфиром круассан какой-нибудь, запить это все сладким соком, потом винить себя, какой же гад, что у меня все слипается, я не могу говорить, и при этом спокойно абсолютно продолжить говорить в эфире. Потому что это натренировано. Ну, тем, что когда ты работаешь там на радиоэфире, у тебя там 5 часов смена, ты не можешь ходить там обедать, и тебе очень хочется есть. Тогда ты ешь и потом вот с этим всем говоришь. Не ешьте перед эфиром, будет легче немножко. Не говорите долго. Опять же, многие говорят, что, ну, там надо разлучаться и так далее. Наш речевой аппарат имеет свой запас мощности. И как бы у меня не было правильно настроено дыхание, как бы я не берег свои связки, я все равно, если буду говорить с вами 10 часов, я устану, у меня пропадет голос. Чудес не бывает. Мы недавно писали программу с утра до вечера, ведущий спрашивает меня, слушай, Герман, а расскажи мне, вот у меня голос садится, может мне тише начать говорить, может как-то по-другому что-то делать, я что-то неправильно дышу и так далее. Я говорю, ну, дышит он там неправильно, но суть не в этом. Суть в том, что нельзя говорить долго и сохранять свой голос. Старайтесь молчать тогда, когда это, ну, позволительно. Потому что вы устанете после эфира, это нормально. Просто у кого-то это 10 часов, у кого-то это час. Как долго нужно делать разминку? Если мы делаем разминку, то она обычно 5-минутная. Обычно я делаю упражнение на расслабление челюсти, то есть я ее открываю, потому что она у всех нас зажата. Вот так вот, да? Я обычно еще озвучиваю, потому что мы что говорим, у нас все это движение со звуком челюсть открывается. А там мама, папа, оно со звуком. Поэтому вот так вот. Потом крутите трубочку, чтобы размять вот это все. Делайте сброс. Как лошадка. Подсокайте немножко, чтобы язык тоже... Можете подсокать и сделать так, чтобы язык прилип. Это сложно достаточно. Попробуйте. Подсокали. И язык должен прилипнуть. Оп. И он должен долго. У кого-то это 5 секунд будет сейчас, у кого-то не получаться, у кого-то минуту может держать человек. Ну, то есть он. Прилипло, оно держится там, да, долго. Оно должно уметь так делать. Ну, например, такие упражнения. Но не надо ни в коем случае там, крути, вот это делать. И обращайте внимание, у вас, когда вы делаете упражнение, не должно лоб двигаться и так. Вы не должны все. Телом крутит свои губы. Губы крутятся только губами. Вот покрутите сейчас губами. Ну, вот, по-моему, только у Илона не ходит челюсть. Челюсть не задействована в этом процессе никак. Вам не надо челюстью вот так вот крутить. У вас челюсть неподвижна. Вот поставьте локоть вот так вот и челюстью. У вас она никак не должна толкать вашу руку. У вас должны работать только губы. Это я к вопросу, почему техника речи, это намного сложнее, чем кажется. Я мог вам сегодня показать шоу-программу. Мы бы тут с вами прыгали. Ух, делали, ах, там делали и так далее. Но это все не работает, к сожалению. Ваша задача разобраться с вот этими всеми модулями, о которых мы говорили. Что у вас работает и что нет. А упражнения вы, пожалуйста, в интернете найдете. Но вы должны слышать, что у вас не так. У кого-то еще есть вопросы? Вроде бы все покажу. Илона, как ты не двигаешь челюстью? В чем секрет? Так раз и не двигаешь. Года три недолго. В технике речи самое сложное все это начать и все это разобраться. Тогда вам будет понятнее. Но техника речи это исключительно то, произносим, слышно нас, нет, там, громком мы звучим, красиво мы звучим и так далее. Это никак не влияет на полностью восприятие информации. Потому что есть логика речи, понятия, да, такие вещи. Есть текст, есть посыл и так далее. Это мы сейчас говорим, как сделать так, чтобы вы не звучали вот так вот. Здравствуйте, да, я вам расскажу. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Очень классное умение ведущего это задавать вопросы, интересоваться. Как все? Таня, давай. Как долго вы тренировались? У меня очень долгая история. Я на самом деле много где учился. Я же учился в Академии искусств, у нас был два года курс по технике речи. После этого у нас в компании есть курсы повышения квалификации, где мы проходим обучение. Ну и частные курсы огромное количество. А сейчас я занимаюсь конкретно обучением для тех, кто обучает. Это курсы московские, санкт-петербургские. Онлайн они проходят в формате индивидуальных занятий, где тебе рассказывают, какие у тебя есть косяки. Я скажу, что у нас, конечно, школа в Беларуси очень слабая. Потому что нам это и не нужно, да. Потому что люди в России говорят абсолютно по-другому. Скажите, пожалуйста, у вас была ситуация, из которой вы прям не нашли выход в эфире? Нет, ну таких ситуаций быть не может, потому что в любом случае эфир-то закончится. Заговариваюсь, постоянно заговариваюсь. Это нормально, потому что когда у тебя 40 минут эфира, тебе в ухо говорит один человек, сценарий у тебя буквы, а те говорят, что сюжет еще не готов, а ты вообще не понимаешь, какому сюжету подводить, потому что у тебя написано к сюжету, а на самом деле сюжета нет. Ну, например, такая ситуация. И ты подводишь к сюжету. Такое всякое бывает. Но самое главное — это сохранять хладнокровие, потому что я всегда привожу пример. А давайте я вам найду видео, покажу вам, очень интересно, вам понравится. А может, вы пока ищите, ответьте на вопрос, какие у вас косяки, кроме S и R. Выпал... Нет, ну у меня не косячный S и R. У меня косячный... Я вам сейчас покажу видео. У ведущей в прямом эфире выпал зуб. Она читала новости, и у нее, как ни в чем не бывало, сейчас покажет. Оп, выпал зуб. Она его сплюнула и продолжила эфир с щербинкой во рту. Но она должна его было заменить. Вот у нее здесь черная такая дырка вместо зуба. Я не знаю, здесь какие-то фрагменты, какая-то аналитика. Я, может быть, сейчас найду видео, где это видно лучше. Ну, в общем, у ведущей выпал зуб в эфире. Вот это, конечно, я понимаю, да? А, вот видео, это сейчас я включу на Известие.ру. Выпал зуб. Казалось бы, ну все, надо сбиться там или как-то отреагировать. Никак. И вы знаете, я показывал видео как-то на мастер-классе, вот это вот показывал, как ведущий вообще в уходе ситуации. Говорю, ну, посмотрите вот, вот видео это. Посмотрите его и скажите, как вы думаете, ведущий молодец, вы бы так смогли или нет. Он бы уже без зуба. На что они мне говорят, ну, я им не говорил, что без зуба, они говорят, а что здесь не так? То есть люди даже не заметили, что у человека выпал передний зуб, она продолжила говорить. У нас, к сожалению, здесь нет звука. Ну, абсолютно ничего не произошло у нее. И это хладнокровие, которое вы должны, контроль над ситуацией, которую вы должны сохранять, это самое сложное. Это приходит с опытом. И это приходит с упражнениями. Вы можете дома прыгать на скакалке, имитируя какие-то проблемы, да, которые у вас будут происходить, волнение, ваш адреналит, и пытаться говорить, как ни в чем не бывало, хотя у вас сбивается дыхание, вам жарко и так далее. А косяки-то какие? Интересно же. Ну, из эфира, которые я могу рассказать, их очень мало. У меня косяков таких крупных очень мало. Были на радио косяки крупные, но они матные, я не могу вам о них рассказать. Ну, как они матные? Ну, так получилось, да.